Хотелось бы представить опыт Томского областного онкологического диспансера в профилактике постмастектомической лимфории. Постмастектомическая лимфория – наиболее часто встречающееся осложнение при радикальном хирургическом лечении рака молочной железы. Классический метод контроля и лечения лимфории является обосновка дренажей. Метод сопряжен с усилением болевого синдрома, эмоциональный дискомфорт приносит пациентам, повышается риск инфицирования, и в следствии этого кое-какой день относительно возрастает. Также имеется определенная экономическая нагрузка на отделение, требуется покупка современных дренажных систем. В наше время изобретено множество, предложено множество способов профилактики лимфории. Я постарался, насколько это возможно, большинство из них поместить в определенные подгруппы и представить их на данном слайде. Первая группа – это обосновка дренажа. Также известно множество методик. Отличаются они от… Ну, разные методики бывают. Ставят один дренаж, два, три дренажа даже применяются. Сами дренажи бывают активной аспирацией, пассивной аспирацией, ну и сами дренажные системы тоже различны. Экономический метод, можно сказать, не очень выгоден, потому что все-таки некоторая экономическая нагрузка имеется на отделение, особенно в наше время. Зато не требуется особой квалификации от хирурга. Эффективность метода нам известна, является группой контроля. И, в принципе, из-за некоторой неудовлетворенности этим методом и происходит поиск новых методов борьбы с лимфорией. Также вызывают дополнительные болевые ощущения у пациентов и народное тело в промышленной области. Следующие три группы методов – это использование родного рода клеев, абсорберов, антисекреторных препаратов. Хорошо изучено в зарубежной литературе. Конечно, тоже некоторая экономическая нагрузка на отделение. Особой квалификации хирурга не требуется, применение этих методов. Но эффективность этих методов, как минимум, малоэффективна. Пластика мышцами. Послеоперационные области методы широко известны, широко применяемы, отлично выполняющие свою функцию. Но они также имеют ряд особенностей. Для воспроизведения положительного результата требуется все-таки некоторая квалификация хирургов. Конечно, при применении этих методов возникают некоторые анатомические разрушения, которые можно было бы не проводить, выполняя планируемый онкомомологический объем операции. Также есть группа, в которой применяются высокоэнергетические устройства. Также описано в зарубежной литературе. Это гармонические скальпели, аппарат Легашу, фотодинамическая терапия. Сложно представить применение этих методов в рутинной практике. И очень интересный метод, на мой взгляд, очень перспективный. Это группа методов. Это наложение лимфовенозных анастомозов. Судя по публикациям, метод прекрасно справляется и с лимфорией, хотя изначально был предложен для профилактики лимфедемы. Конечно же, этот метод требует особой квалификации от хирурга, требует закупки специального оборудования, но зато не увеличивает болевой синдром и не приводит к никаким особым анатомическим разрушениям. Учитывая особенности вышеописанных методов, все-таки основным методом борьбы с постмотокомической лимфорией прежнему остается дренирование после операционной раны, потому что применение данных методов повсеместно, по тем или иным причинам, невозможно. В отделении онкологии Томского обоснованного онкологического диспансера нами предложен метод трансплантации аутожира. Это новый метод профилактики постмотокомической лимфории. Метод применим при любом объеме онкомомологической радикальной операции, при которой выполняется трехуровневая лимфоденектомия с первого по третий уровень. Так мы заявили при регистрации данного метода, однако за два с половиной года применения его мы применяли метод и порой применяем и у пациента, которым выполняется лимфоденектомия первого и второго уровня, у которых мы можем заподозрить склонность к послеоперационной лимфории, выраженной даже после небольших объемов лимфоденектомии. Все знают эти косвенные признаки. Это ожирение выраженное, это коморбидный фон, сахарный диабет второго типа. Метод выполнения очень прост, очень легко воспроизводим. Первым этапом выполняется тумисцентная липосакция по известной всем методике. Доступ в подвздошной области, один доступ, либо симметричный доступ с другой стороны до 5 мм, через который обычно этот доступ по линии, которая закрыта нижним бельем, то есть его не будет видно, выполняется инфильтрация подкорно-жировой клетчатки раствором кляйна, а на третьей фотографии уже этап аспирации. Раствор кляйна и аутожира. После чего раствору требуется разделиться на фазы. То есть это три фазы, это раствор кляйна, сам непосредственно аутожир, ну и свободный жир, разрушенные адипоциты. А в это время выполняется основной этап онкологической операции, которая длится, как правило, 40-50 минут. Вот если мы говорим о каких-то обычных операциях. Клинический пример, пациентка, заболевание левого молочной железы, вторая Б-стадия, люминальный Б-тип. На амбулаторном этапе получена верификация по подмышечным лимфоузлам. Планируется радикальная резекция молочной железы с азиатаблоразной пластикой и трансплантацией аутожира. Это этап, слайд, на котором уже выполнен основной этап операции. Демонстрирована подключичная вена, сохранены подлопаточные сосуды, трокодерзальный нерв, длинный грудной нерв, удалена подмышечная клетчатка, подлопаточная, межмышечная и подключичная. После чего рана ушивается, отдельно ушивается подкожный слой, а далее наложение внутрикожного шва. Перед затягиванием последнего узла в полость раны вводится дренажная трубка, через которую происходит аспирация воздуха и непосредственно трансплантация самого аутожира, после чего дренаж извлекается, а нить затягивается. Дренаж не устанавливается. На вторые сутки и далее ежедневно в периодочном кабинете выполняются УЗИ-исследования и по необходимости пункция полости лимфокисты. Используется эластичное бинтование с компрессией послеоперационной области. На данном слайде изображено видео, здесь симптом флюктуации. Можно включить видео? Кажется, что здесь есть жидкость, но на самом деле так выглядит аутожир, который мы транспортировали, ввели туда, и это вторые сутки после операции. Всего за два с половиной года использования данного метода выполнено радикальных мастектомий 288 с применением этого метода радикальных резекций молочных желез 107 и подкожных кожосохранных мастектомий 18. На данном слайде приведено сравнение метода, сравнение результатов у пациента, которым выполнялась трансплантация аутожира, и пациента, которым данное вмешательство не выполнялось. Вторая группа, группа контроля, они набраны ретроспективно из документации прошлых лет. Минимальный объем лимфории за сутки составил 0 мл в основной группе, а в группе контроля, то есть с дренажом, 60-60 мл. Максимальная лимфория за сутки в основной группе составила 210 мл, но стоит оговориться, такое бывает крайне редко. Я далее расскажу об этом. С дренажом 460 мл. В среднем около 50 мл лимфория у пациенток, у которых метод применен, а с дренажом 194 мл. Общий объем за госпитализацию здесь более демонстративный слайд. При применении метода общий объем в среднем 236 мл оказался. С дренажом литр 385 мл. Ну и, конечно же, применение метода положительно сказывается на койко дне в отделении. Пять дней. Были ряд пациентов, их было 14, у которых метод можно считать, что не сработал, или сработал, но как-то не совсем так, как мы от него ожидали. Это 14 пациенток, которым пришлось выполнять дренирование полости лимфокисты в послеоперационном периоде. В течение трех дней мы выполняли асферацию более двух из полости лимфокисты, 200 и более мл лимфы, и было решено в таких случаях устанавливать дренаж. Но после дренирования таких пациенток на вторые сутки, после того, как лимфа уже из полости лимфокисты отходила полностью вместе с детритом, лимфории практически больше не было. То есть на вторые-третьи сутки лимфория составляла от 50 до 80 мл. Поэтому дренаж извлекался, пациенты выписывались. Поэтому сложно утверждать, что метод не сработал и у данных пациенток, но все-таки он как-то сработал не так, как мы от этого ожидали. Все пациенты данной группы были после неодевантной химиотерапии. Часть из них... Это, извините, пожалуйста. Все пациенты этой группы страдали ожирением выраженным. Большая часть из них была после курсов неодевантной химиотерапии. Часть из них страдала сахарным диабетом. Ну, выводы. Метод трансплантации аутожира. Не несет какой-то особой экономической нагрузки на отделение. Канюля для липосакции 3,5 мм или 4,5 мм диаметром 3,5 мм сейчас на дружественных азиатских сайтах стоит примерно 700 рублей. И, в принципе, это вся нагрузка финансовая. Метод легко применим, легко его воспроизвести. Он не вызывает каких-то особых анатомических разрушений. И из своего опыта скажу, что ни одна пациентка не жаловалась на то, что у нее болевой синдром в области брюшной стенки. Например, после выполнения радикальной мастертомии помады, но с применением данного метода. Стоит обговорить перед операцией, что пациенты не испугались, что на брюшной стенке будет синяк после липосакции. И, в принципе, жалоба на внутрикожную гематому – это единственное, что беспокоит пациенток. Также стоит упомянуть, что уменьшается койка день, что очень выгодно для стационара. И исключается необходимость закупать современные дренажные системы. Благодарю за внимание.